Лекция Его Святейшества Силы Халадары с вами, прочитанная 25 июня 2022 года на Бали. Лекция была прочитана утром. Молитва Царицы Кунти, часть 7. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По милости Шри Гуранге, по милости Шри Гуранге, по милости Шри Гуранге, по милости Духовного Учителя Шримад Гургамиды Свами, мы смогли здесь собраться. И мы слушаем Шримад Бхагвата, в особенности мы молитвы Царицы Кунти. Вчера мы слушали о том, как Шри Кришна защитил пандов и Махараджи Парикши. В то время Махараджи Парикши, это было всего три месяца, как он находился в очреве Матери. И всего он пробыл в животе у Матери двенадцать месяцев, то есть следующие девять месяцев Кришна находился в очреве Уттары вместе с Махараджи Парикшито. Кришна и так находится всегда в нашем сердце, но Он проявил Себя в очреве Уттары таким образом, что Махараджи Парикшито смог Его видеть. Таким образом, Он был и снаружи, и внутри. И только Кунти это заметила. Она замечательным образом смогла заметить, как Кришна вошел в очреву Утарь, и одновременно Кришна защитил пандов. И она вошла в экстатическое состояние, в блаженство от того, насколько милостив Кришна, как Он защищает Парикшито, Ее сыновей. Поэтому Она хочет молиться Кришне, возносить молитвы. Текст шестнадцатый. О Брахман, не сочтите это каким-то особенным чудом. Таинственной и непогрешимой Личности Бога. С помощью своей трансцендентной энергии Он хранит и уничтожает все материальные объекты, хотя Сам Он нерожденный. Нет ничего невозможного для Кришны. Все становится возможным. Как Рупа Гасвами описал в Падьяволе, насколько удивителен Кришна. Если Кришна захочет, Он может пустыню превратить в океан. Если Кришна захочет, Он может превратить океан в пустыню. Если Он захочет, Он может крошечную пылинку наделить огромным весом. Сделать очень тяжелой. Так что нет ничего невозможного для Кришны. Мы можем взять любую лилу Кришны. Это все невозможно имитировать. Например, лилу спутанной или Агасура. Какой лиле Вы можете подражать? Шатакоти означает миллион сто крор. А Кришна в это время распространил Себя в полмиллиона фор. То есть сто крор это фактически будет означать миллион. И Кришна распространил Себя в полмиллиона фор. И что это? Мы сможем вообще хоть какую-то лилу Кришны сымитировать? Мы не сможем подражать. Поэтому Кришна удивителен. Шиларупа Гасвами говорит, удивительный Кришна. Для нас черная магия удивительна. Колдовство. Но Кришна лучший колдун. И все его игры, они настолько поразительны. Люди курят биди, сигареты, ганджу. И потом заболевают. А Кришна проглотил лесной пожар и не заболел нисколько. А во время Гвардана Пуджи Ему предложили такую гору. Рис, да, Сабжи. Все это было предложено Кришне. И Кришна съел все. Я никогда не говорил, Нанди Махараджи. У меня проблемы с пищеварением. Не с вареньем. Это Кришна. Он удивительный. Он не просто удивителен. Если вы предадитесь ему, он вашу жизнь сделает удивительной. Да, например, Шила Прабхупада. То, что сделал Прабхупада. Никто не может подражать этому. Спал всего три часа. И начал движение совсем юными, новоиспеченными, преданными. Ему было всего 70 лет. И он переводил все эти книги по ночам. Посмотрите, просто для строительства этого храма сколько преданных старались. И они уставали, и уходили. И храм еще до сих пор не завершен. А Шила Прабхупада все это сделал один. Есть такое слово У Кришны есть имя Ачюта. Удивительный. Ашчарьям удивительный. Все, что он делает, удивительный. Ачюта означает одно из имен Кришны Ачюта. Он никогда не отклоняется от своих изначальных качеств. У него есть полное знание, полная красота, полная энергия, сила. Что бы ни было, у него все всегда присутствует. Мы не можем сказать, что Кришна беден, обделен какими-то качествами. В следующей части шлоки говорится, С помощью своей трансцендентной энергии он хранит и уничтожает все материальные объекты, хотя сам он нерожденный. Баларамы являются экспансией Кришны. Даже Баларама не способен понять Кришну, что говорить о нас. Целый год Кришна разыгрывал Балараму. Кришна сам распространил себя в виде селят. Кришна сам распространил себя в виде Субавы, Судамы. И он сам звал их, Судамы, иди сюда. Но это был Кришна. И он сам звал телят и говорил, идите сюда. На самом деле он звал самого себя. И это продолжалось один год. 360 дней. Баларама не мог понять, что это был розыгрыш. Все Враджабаси так же не могли понять. Такова Майя Кришна. Вы знаете, Матаджа Враджабаси. Новорожденные, у них только родились сыновья и дочери. Они даже не хотели их молоком кормить. Они хотели кормить их. Кормить только Субаву и Судаму. Потому что это был сам Кришна. В форме Субавы и Судамы. И так же у коров родились новые телята. Но коровы не хотели их кормить молоком. Они кормили тех телят, которых создал Кришна. и не могли понять, что происходит. Даже Баларама, Браджабаси. Они за всем этим наблюдали и не могли понять, что происходит. И Вишанача Краватидакур говорит, что Кришна напустил Йога Майю, свою духовную энергию и покрыл сознание Баларамы. То есть с помощью Йога Майю он скрыл все от Баларамы. И Баларама ничего не мог понять. Настолько могущественен Кришна. Баларама все равно не мог понять, почему вот новорожденные телята, они не могут получить молоко. А молоко пьют почему-то более взрослые телята. Потому что это был сам Кришна, это были его проявления. И когда Кришна немножечко убрал завесу Майи с Баларама, то Баларама тогда начал задавать вопрос, Кришна, что за волшебство творится вокруг? Может быть, какой-то колдун создает проблему во Враджи? Какой-то мистик? Кришна сказал, вот какой мистик? Я верховная личность Бога. Никто не может превзойти меня. То есть Кришна сам сказал об этом. Насколько могущественен Кришна? Когда Он убрал второй покров, всего было четыре покрова. Тогда Баларама задал вопрос, а почему матери, они кормят более взрослых сыновей, а не новорожденных? И более того, когда коровы и когда матери, они кормили молоком своих сыновей, они плакали, они плакали. Потому что это был Кришна. Кришна распространил себя в виде мальчиков-пастушков и в виде коров. Поэтому есть стих «Читань-Чаритамрити». Все являются слугами Кришны. Что говорить о других? Даже сам Баларама является слугой Кришны. Так что мы настолько удачливы, мы не должны терять веру в Кришну. Кришна удивителен. Каждое мгновение Он может все полностью изменить. Если у этого слова не будет в словаре Кришны, то этого слова не будет. Если у словарей Кришны не будет этого слова, в нашем словаре не появится это слово. Как Прабхупада часто говорил. Я старый человек, у меня нет денег. Когда я приехал на Запад, у меня было всего 40 рупин. А теперь Прабхупад сказал, «Я такой великий человек. За 12 лет я стал самым богатым человеком в Америке. Такой бизнесмен был, Шиллопрабхупад. это было уже 18-20 лет, этот год мы обсуждали. Однажды ученики спросили Прабхупада. Прабхупада, всё время хотите обогнать всех промышленников? Прабхупад сказал, да, просто пошлите их мне, и я научу их управлять. Я знаю, как управлять. 70-летний человек, а он хотел покорить целый мир. Потому что такова удивительная милость Кришны. Поэтому преданные никогда не должны терять веру в Кришну. Это невозможно. Нет, это невозможно для нас, но не для Кришны. Для ребенка, может быть, что-то невозможное, но для отца и матери нет ничего невозможного. Да. Почему вы так думаете? Как только вы начинаете думать, что это невозможно, тогда пессимизм наступает. Да. Ой, это невозможно. Я не могу отправиться на Галку-Вриндау, но... Все время пессимизм приходит. Кришна могущественная, Кришна может сделать все, что угодно. У нас нет веры в самих себя, но у нас есть вера в Гуру и Кришну, и это источник нашей силы. Как у Пандавы было все, тем не менее, они не полагались на веру в самих себя, они верили в Кришну. Поэтому Махараджа сказал... Иди и обратись к Кришне, Кришна должен нам помочь. Арджуна знает, как обращаться с Брама-астроном, почему он обратился к Кришне. И Дуридана также нуждался в помощи Кришне в течение семи дней. А Кришна в то время отдыхал. И Дуридана и Арджуна пришли к Кришне. Арджуна стоял у стоп Кришны, а Дуридана стоял у головы. Они встали так, пока Кришна спал. Дуридана стоял у изголовья, а Арджуна стоял у стоп Кришны. Вы знаете эту историю. Но я хотел сказать с точки зрения Татвы. Оба пришли за помощью Кришне. Но в чем разница между Арджуной и Дуриданой? У Арджуны было ума настроение беспомощности. Кришна поможет нам. А у Дуриданы? А у Дуридана хотел просто умножить свое могущество. Он считал, что у меня уже есть могущество. А Кришна будет для меня дополнительным преимуществом. И мы сейчас ведем себя как Дуридана. Мы просто хотим дополнительное преимущество получить. Мы говорим, Кришна, у меня уже все есть. Мне просто нужно какое-то преимущество. И Дуридана подумал, если Кришна мне поможет, тогда я стану таким же могущественным, как Кришна. А Арджуна? Он думал о себе так, я беспомощен. У него было все. Арджуна обладал всем. Не только оружие. Арджуна получил все благословения полубогов. Он был сыном Индры, и Индра его благословил. И все равно он считал себя беспомощным. Поэтому Кришна помогал Арджуне. Да. У нас шума настроение похоже на настроение Дурьоданы. У меня уже что-то есть, и мне нужно дополнительное, дополнительное могущество. Дополнительный нужен сейчас дополнительный пауэрбэнк для техники. Нам нужно все время дополнительный запас энергии. Это настроение Дурьоданы. Мы хотим все дополнительное иметь. Мы хотим все дополнительное иметь. Мы хотим все дополнительное иметь. Но Арджуна считал, у него было все, а он считал, у меня нет ничего. И как нам понять, насколько удивителен Кришна, когда мы займем положение Арджуны? Когда мы сможем понять. И этот удивительный Кришна во время битвы Махабараты в течение 18 дней не прикасался к оружию. Он применял только разуму. И только с помощью своего разума он помог Пандавам. Он умножил славу Пандаву. И кроме того, все как Дурьодана, они были такие могущественные. Они были Амара, то есть фактически они не должны были умереть. Питама Бишма, Драначария, Карна, Крипа, Ашватхама. Они получили благословение от Дурьги, от полубогов. Они вообще не могли умереть. А Кришна просто применял разум против них. Все они были бессмертные. Большинство из них, по крайней мере. Но Кришна знал историю каждого из них. Историю того, как каждый из них должен умереть. И это милость Кришны, каким образом Кришна поможет нам. Не с помощью жены, не с помощью собственности, не с помощью денег, не с помощью работы. Он поможет нам с помощью разума. Дадам и буддь-йогам там. Буддь-йога, говорится так. Продолжение следует... Я даю разум. Он был, чтобы учитывал? Да. Как мы говорим, что Кришна, китам и буддь-йогам там. и дадам и буддь-йогам там. На этом и археме . Поэтому, когда Гурдев гневался, обычно он всегда говорил, у тебя нет чистого разума. Например, я мог думать, я сделаю это идеальным образом, а Гурдев говорил, нет, у тебя нет чистого разума, потому что чистый разум должен прийти от Кришны, а твой разум пришел не от Кришны. А как обрести чистый разум? Есть очень простой способ. Просто следуйте наставлениям Гурдевы и воспевайте безо всяких оскорблений. И тогда Кришна дарует вам чистый разум. Аджуны, Тиштира, они все были очень приверженцы традиции. Убедить их в чем-то очень было трудно. Иногда Кришна одерживал поражение. Как, например, в случае Даначария, он просил, Тиштира, ты просто солги. Нет, 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 я не могу сказать неправду. А в случае смерти Джайдратхи, что случилось там? Арджуна сказал, я убью его до наступления заката. Окей, ты пообещал, но это ты пообещал, ты не спросил у Кришны. Иногда мы ведем себя подобно Арджуне. Мы даже не посоветовались, мы начинаем выполнять какую-то работу, какую-то деятельность. И мы говорим, Кришна, помоги мне, помоги мне, помоги. И Кришна говорил, ну какой бедный разум, какой несчастный. Он даже не знает историю Джайдратхи, и он собирается его убить. И обещание было такое, что я иначе войду в огонь. Если я не убью Джайдратху, то я войду в огонь. И Дурьодана, он смог узнать об этом обещании. И Дурьодана организовал самых лучших воинов, чтобы они защитили Джайдратху. Сегодня Арджуна умрет, не позвольте ему подойти к Джайдратхе. Когда я там находился, дед Бишма, он плакал. Он не столько... Это было из-за того, что кто-то может убить Арджуну. Он плакал от того, что Арджуна сам пообещал войти в огонь. Вот от этого он плакал. Бишма-Дева был настолько обеспокоен. Кришна был обеспокоен. Почему Арджуну такое настроение? Зачем он дал такой обет? Насколько они были приверженцы традиции. У них была такая твердая вера в традицию. Можете увидеть это. Кришна знает, невозможно убить Джайдратху. И поэтому... И поэтому Кришна устроил так, что Дис Сударшина закрыл солнце. И тогда все подумали, как замечательно. Теперь Арджуна сможет войти в огонь. Джайдратха обрадовался. И Дурьодхана тоже. И Дурьодхана и Джайдратха обнялись. Теперь мы сможем увидеть, как Арджуна сможет войти в огонь. Вы можете видеть, что сражение продолжается, но Кришна применяет свой разум, как защитить Арджуну. Тогда Кришна сказал, «Теперь Джайдратха отбросил свой лук. Ты можешь его убить». Арджуна сказал, «Нет, сейчас закат. Я уже пообещал, что я убью его до заката». Я обещал, что убью его до заката. И он был настолько тверд своим обещанием. Говорит, «Я не смогу нарушить это обещание». Кришна сам ему говорит, а он настолько несчастный, он не может следовать этому. Для нас Прабхупада делает комментарий к Макхабарате, а для Арджуны Кришна делал комментарий. Почему он должен убить? Такой комментарий, такой комментарий, чтобы Арджуна сказал, «Да». Они не хитрые. Знаете, есть одно такое слово, «Хитрый», «Хитроватый». Разумный человек – это одно, а хитрый, хитроватый, ловкий – это другое. И когда разумный человек станет хитрым, то он разрушит и самого себя, и разрушит весь мир вокруг себя. Когда мы пришли в сознание Кришны, мы в большинстве своем были такими, хитроватыми. У нас есть разум, но мы хитры. И когда эти две вещи сочетаются, мы не можем воспевать. Мы не можем воспевать хорошо, мы не сможем служить хорошо, потому что мы хитрые, изворотливые. Но пандавы обладали противоположным качеством. Они были простыми, и они были разумными. Поэтому Кришна сказал, что среди всех пандавов Арджуна самый разумный и самый простой. Вы можете найти кого-нибудь, кто очень простой и одновременно очень разумный. Разумный обычно это означает очень изворотливый, очень хитрый. Поэтому во всей Махабхарате вы найдете только одно, что Кришна удивителен. И мы воспеваем это имя, и это поразительно, потому что в любой момент оно может изменить нашу жизнь. Можно даже не изучать шастры, просто воспевайте святое имя и служите гуру. Если вы не сможете, не можете понять шастры, просто приносите поклоны, приносите поклоны постоянные. Вы видели, во Вриндауне они проводят дандават парикрама? Они падают как палка, данда. И такова ценность этих поклонов. Они обходят гавардан, все время падая в дандават на каждом шагу. А иногда в некоторых местах они приносят 108 дандаватов. В день ухода санат на Госвами. Отправьтесь на гавардан. Вы увидите, сколько людей обходит гавардан с помощью поклонов, с помощью дандавата. Столько людей там. Давайте посмотрим, что Прабхупада говорит в комментарии. Деяния Господа всегда непостижимы. Нет ничего невозможного для Верховного Господа. Но все его достояния поразительны для нас. Мы знаем эту таттву, мы молимся Кришне, но у нас нету разума, нам не достает разума, чтобы понять это. Этот стих был написан Шидарой Свами в самом начале своего комментария о том, что Господь способен на все. Господь может все. Он написал Параманан Дамадова, но у нас мы добавляем Шигурум Динатариней. Вариси были Брамоваде еще сто лет назад. Они написали столько песен о Брамане, описывая им персональную природу Кришны. Вы знаете, кто такой Сурдас? Он был слеп. Он спел и написал столько песен. Как это вообще возможно? Сарваш Чария. У него есть все могущество, он настолько удивителен. И это достояние преданного. Мой Господь, Гуру и Гуранга, они в высшей степени удивительны. Если у нас нет такой веры, мы не сможем даже воспевать. Следующий стих. 48-49. Стих 17-й. Браматэ Джавинир Муктайр Атмаджайсаха Кришная Праяна Бимукам Кришнам Идамаха Притхасати Целомудренная преданная Господа Кунти, пятеро ее сыновей и Драупади, спасенные от излучения Брамастра, обратились к Господу Кришне, когда он собирался уезжать домой. Браматэ Джавинир Муктайр Атмаджайсаха Кришная Сейчас это Браматэ Джи, Брамастра, которая угрожала Пандам и Уттаре. Она больше им не угрожает, и Кришна собирается отправиться в Двараку. И теперь Кунти хочет вознести свои молитвы. Здесь есть одно слово. Атмаджаса Кришная Праяна Абимукаму Кришна Мидамаха Притха Сати Сати Кунти называется Сати Целомудренная преданная Господу. Прабхупада говорит Поскольку Кунти была чистой преданной Господу Кришны, ее называют здесь Сати то есть целомудренной. Сати и есть противоположное этому слову Асати. Обычно мы говорим для обычных людей, что Асати это значит кто не следует за своим мужем, не целомудренная женщина. Если жена не следует за мужем, то она Асати и наш ум и наш ум подобен женщине. Ум не следует за своим мужем, то есть жена не следует за своим мужем и ум за кем не следует? За Кришной. Да. Мы тоже Асати. Но после того, как мы слушаем Кришна Катху, наш ум становится целомудренным, чистым. В противном случае это Асати. Есть столько разных тем в нашем мобильном телефоне, чего только нет. Все это Асати. Сейчас на самом деле мы не Асати и не Асати. У нас все смешано. Два часа мы воспеваем имя Кришны, в этот момент мы Асати, а все остальные 22 часа мы Асати. Это из наставлений Ришаба Дэвы я хотел прочитать. Ришаба Дэв, который наставляет своих сыновей. Ришаба Дэв, он говорит, что слушая Кришну Катху, ваш ум станет сосредоточенным, станет подобным сломудренной женщине. Ришаба Дэв, джадабаратэ, простите. Пятая песня. Ришаба Дэв. 5, 12, 13. 5.12.13 Просто прочитайте перевод. 5.12.13 Чистые предные беседуют только о качествах, воплощениях и деяниях Верховной Личности Бога. Они всегда прославляют Господа и поклоняются Ему с неослабным вниманием. Общаясь с чистыми предными и смиренно внимая их к беседам, даже тот, кто желает слиться с бытием абсолютно истинной, со временем откажется от этого намерения и посвятит себя служению Господу. И комментарии очень важны. Швапрупада говорит в конце этого комментария. Члены этого общества занимаются практикой сознания Кришны с раннего утра и до позднего вечера. Им просто некогда вести пустые разговоры о политических и прочих мирских новостях. Продолжение следует... 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 Своей дорогой, как социология, политика, людей, которые интересуются политикой, и так много. Преданные же заботятся только о том, чтобы искренне и добросовестно служить Кришне. Искренне и добросовестно. Вот что важно. Это два принципа, которые дал Шлак-Паупан. Всегда служите позитивно и серьезно. Более точный перевод. Все эти политические вещи, социальные вещи, все это всегда будет. Когда мы слушаем этот стих, мы должны понять, что, когда наш ум будет занят служением Кришне, когда наш ум станет сати, целомудренным, чистым. Мы не должны быть подобной жене, которая думает о посторонних людях. Она не целомудрена. Да. Она не целомудрена. Когда Радарани родилась, ее глаза были закрыты. Она плакала. Она не хотела никого видеть, кроме Кришны. Поэтому Кришна пришел в дом Гришабану, где спала Радарани, и Кришна коснулся глаз Радарани. И тогда она открыла глаза. даже когда Кришна готовился прийти в этот материальный мир. Кришна попросил всех Своих спутников, мы должны прийти в материальный мир, чтобы совершать лилу. Радарани сказал, я не хочу идти туда. Я не хочу идти туда. Я не хочу идти туда. Там, где нет гавардана, там, где нет ямуны. Я не пойду туда. Я не хочу идти. Ничего, кроме ямуны, гавардана. Я хочу идти только гавардан, ямуны. Хочу проводить время там, на иммуне и гавардане. Таково движение сознания Кришны. Мы должны все время размышлять о лилах Кришны, о его играх, о его качествах. И тогда мати станет сати. Мати. Мати это означает ум. И когда ум станет сати, тогда вы сможете воспевать хорошо святое имя. Да. Жена становится целомудренной не только потому, что она служит мужу. Нет. Она еще должна служить Кришне. Тогда она станет целомудренной. Это можете в комментарии. Целомудренные предные Господа, даже попав в беду, не ждут помощи от каких-либо других живых существ или полубогов. Это и было отличительной чертой всех пандавов. Они не знали никого, кроме Кришны. Это буквально второе, третье предложение, комментарии. Субтитры подогналы. для парадewа, даже для безопасности из-за баха, и это все характеристики из-за семьи из-за парадаван и мы не знаем что-то, и потому что Бог всегда все готовы помогают все 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 да таково целомудрие мы никого не просим ни полубогов ни людей о том чтобы нам дали эти вещи дайте мне это даже даже в опасном ситуации даже в опасности когда мы в опасности мы должны молиться кришне это тоже не не является целомудрием когда мы кришне молимся только в опасности кришне когда мы в опасности кришне уже знает об этом зачем пустую молиться маленький ребенок он спотыкается падает мама знает даже если ребенок не говорит ничего матери мама уже знает и все панды поступали так же они никогда ничего не просили у кришне даже в опасности ничего не просили и этот есть целомудрие я хочу только бхакти мне больше ничего не нужно джан мани джан мани шваре когда мы молимся и просим о чем-то это означает что у нас недостают веры кришну у меня нет денег пожалуйста дай мне мы молимся кришне для чего потому что у нас нет веры и кришна думает так он повторяет мое имя я и так уже знаю все я верховная личность бога и все равно он что-то просит у меня как будто я ничего не знаю как целомудренная жена как целомудренная жена она даже о себе не заботится она думает только о муже и целомудренный предный именно такой мы никакое благо не просим у кришны никакого блага мы не хотим получить от кришны праяна абхимукам кришна мидам аха притха сати праяна абхимукам кришна мидам аха притха сати мидам аха притха сати мидам аха притха сати мидам аха притха сати обычно люди молятся чтобы что-то получить но будьте внимательны кунти возносит молитвы не для того чтобы что-то получить совершенно не для этой цели и какова суть молитв царицы кунти это 42 стих уже кто-то может подумать что кунти молится о чем-то нет нет кунти молится только ради нас текст 42 твое имена не вишая матир мадхумате мадхупате сакрит рати мудвахатада дха гангивау гамудай вати гангивау гамудан вати о господь маду как ганга вечно течет к морю не зная препятствий так и я хочу постоянно стремиться к тебе не отвлекаясь ни на кого другого да и это суть молитв царицы кунти мой ум должен постоянно стремиться к тебе как река река постоянно стремиться к океану точно так же я хочу всегда думать о Кришне всегда думать о Кришне но не молится ради какой-то другой цели это чистое умонастроение совершенно чистое и так мы начинаем сегодня кунти стути молитву царицы кунти это восемнадцатый стих намасе пурушам твадьям ищварам пракритепарам аллахшем сарвабхутанам антарбхираваститам Шимати кунти сказала о Кришне я склоняюсь перед тобой ибо ты изначальная личность и на тебя не влияют качества материального мира ты существуешь внутри и вне всего и все же остаешься невидимым ни для кого это единственная молитва с Шиматбхагатом где вы можете видеть столько раз произносится это слово намасты намо намага то есть она постоянно постоянно приносит поклоны знаете что означает намага поклоны обычно мы говорим поклоны намасты наму наму то есть я хочу принести поклоны обычно когда самолет прилетает мы говорим намасты но это совсем другое Санат Нагасвами в своем комментарии объяснил слово нама означает когда человек свободен от ложного эго и предался и предался водственным стопам Кришны и теперь он приносит поклоны и именно это означает намо и это означает предание Кришна просто поражен потому что Кришна всегда приходил приносил поклоны Кунти а теперь Кунти возносит ему поклоны приносит ему поклоны почему она кланяется мне но будьте внимательны это татва почему она приносит все время намасе наму намага и в комментарии говорится это бхакти анавигием стути кароти Шана Чакраватистакур говорит что Кунти пытается так сказать что я настолько падшее я могу только приносить поклоны если человек просто принесет поклоны таким образом он сразу же достигнет освобождения из этого материального мира Кришна я даже не знаю что такое бхакти анавигья я не разбираюсь ни в чем я глупая я могу только приносить поклоны и это настроение Кунти поэтому снова и снова она говорит я приношу тебе поклоны я приношу тебе поклоны вы можете видеть что в этом стихе в протяжении всего стиха постоянно произносят намасте наму намага только ради этой цели она это делает она хочет сказать я ничего не знаю об акте но я всего лишь хочу приносить свои поклоны и это особое благословение когда мы всегда приходим в храм в своем доме вы не можете постоянно много раз приносить поклоны иногда мы даже забываем мы говорим о своей жене ты должна поклоняться мы даже забываем мы можем принести поклоны сами если мы приходим в храм то мы должны приносить поклоны там Прабхупаде Радарасейшвари Джаганату Гауранге и только в этом настроении это должно происходить я не квалифицированный нет никакой квалификации я могу только приносить поклоны кевалам намаскуру я только приношу поклоны если предный всю жизнь будет сохранять это настроение то он отправится на Галоку Вриндаван такова милость Кришны именно по этой причине Кришна явился в форме божества брамавади гьяни они никогда не приносят поклоны они только медитируют на свой безличный браман но мы преданы у нас всегда есть возможность приносить поклоны Мишина Чакраваштита Кур поднимает вопрос почему Кунти хочет приносить поклоны к Кришне почему она хочет прославлять Кришну потому что Кунти обратил внимание на то насколько милости в Кришне он одновременно спас пандов и одновременно спас Путтару и Макараджа Парикшита и она не может уже сдерживать свои чувства она хочет их выразить насколько же удивителен Кришна 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 говорит я младший а ты старшая для меня зачем ты приносишь мне поклоны Аккунти отвечает нет ты не младший Пурушам аддьям Пурушам аддьям и теперь я смогла познать кто ты на самом деле Кришна говорит я Аддипуруша нет нет погоди Нараяна Аддипуруша нет она говорит Пракритей Парам следующее слово это сначала Ишварам он говорит ты Верховный контролирующий и Пракритей Парам ты находишься выше материальной природы Ишварам Кришна говорит так много Ишвар разных существует Брама тоже Ишвары Шива тоже Ишвара она говорит да конечно они Ишвары но ты управляешь материальной природой ты высочайший Ишвара Кришна говорит почему она так молится она что не в себе потому что до этого Кришна принес поклоны Кунти и воссел на свою колесницу а теперь она приносит ему поклоны и прославляет его зачем Кунти это делает и он говорит как это я Пракритей Парам смотри я же просто сын Васудыра а она говорит нет 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 я знаю кто ты я знаю кто ты ты неуловим для многих знаешь как ты не можешь обмануть меня я знаю кто ты на самом деле он говорит нет каждый может видеть я здесь нахожусь вот кто я такой я сын Васудыра я не Господь она говорит нет нет антар бахира васти там ты находишься как снаружи так и внутри Кришна говорит да как же ты смогла это познать что я нахожусь в сердце у каждого как ты смогла это понять и Кунти говорит я лично знаю как ты вошел в очрева утра я лично это видела ты не можешь обмануть меня ты Адипуруша так что я ничего о бахте не знаю я могу только приносить тебе поклоны вы знаете что такое высочайшая ягья вы знаете что такое высочайшая ягья это из скандапураны это просто прославление того как приносит поклоны приносит поклоны намаскара итак среди всех ягья высочайшей ягья является намаскара принесение поклонов вы знаете когда проходит жертвоприношение ягья в Индии повсюду каждый складывает руки таким образом и браммам все говорят сложи руки вот так мы можем видеть даже когда ягья проходит карта карта кто совершает ягья держит вот так вот руки а когда бросается зерно в огонь всегда приносим Кришна намага васудевы намага то есть мы приносим поклоны и поэтому в скандапуране говорится что высочайшей ягья является принесение поклонов просто всего лишь раз принеся поклоны в настроении кунти мы сможем отправиться прямиком на галу кавриндавану в нарадьепуране тоже говорится в ясадева говорит каков результат того что кто-то будет приносить поклоны кришне единожды это на роде пурана если кто-то приносит поклоны кришне единожды это все равно что принести десять жертвоприношений коня это равно одному поклону и затем я садева подумал я совершил поклон я сравнил жертвоприношение коня я сравнил с поклонами он сказал если кто-то совершает то жертвоприношение конем все равно должен родиться снова кришна пранам напунар бавая напунар бавая напунар бавая если кто-то приносит поклоны кришне если он чандал то есть мы говорим собакоед то есть греховные поступки совершенные за сотни жизней все уничтожаются в Индии и в Арисии я не знаю как в других местах принято так что если вы приносите поклоны к гуру кришне если какая-то пыль осталась на вашем углу на голове никогда эту пыль не снимайте есть такое да у вас такая традиция а вы знаете почему не отряхивается после поклона когда мы приносим поклоны эта пыль должна быть на нашем теле мы не должны исчищать эту пыль сколько пыли остается на нашем теле когда мы приносим поклоны это равноценно сотням лет пребывания на вишну локи и так вы оказались на вишну локи это все равно что один год что тысячу лет вы никогда уже не вернетесь обратно как мы совершаем парикраму например почему мы это делаем обходим храм и это нужно делать минимум три раза почему тот кто хотя бы один раз совершил такую парикраму он больше не войдет в чрево матери как только мы входим в чрево матери все проблемы возникают столько проблем возникает столько проблем это окажется вишна пурана но и 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 вы можете обходить сколько угодно но хотя бы три раза в храме обычно есть гаруды поэтому говорится за спиной гаруды нужно обойти хотя бы три раза храм и так вы больше никогда не родитесь больше никогда не войдете во чрево матери есть одна история в буранах об этом об этой парикраме когда мы обходим знаете есть такой орел обычно орел нападает на других птиц потому что он питается мясом он хочет есть мясо однажды браман стоял за пределами храма и орел охотился за другой маленькой птичкой и когда орел охотился птичка пыталась найти место где мне присесть птичка когда орел нападал то эта птичка она не знала куда деться она три раза облетела вокруг храма И облетев три раза, она увидела, что двери раскрылись, и она влетела внутрь. И орел тоже залетел внутрь. И вы знаете, когда заходишь в храм в Индии, то есть там просто одна площадка Мандаб. И он просто ее поймал, прямо перед лицом божественно погибла. И Браман зашел. И что происходит? Он увидел, как эта птица произнесла святое имя, и ее тело превратилось в тело вишнудута. И появилась колесница божественная. И она отправилась на Вишну Боку. И тогда Браман дал обид. С сегодняшнего дня я буду обходить храм минимум три раза. Такова слава, прославление, поклонов. Если кто-то приносит поклоны Вишну, он уже больше не отправится в ад, к Ямараджу. Это говорится в Вишну Пуране. Человек может быть даже не квалифицирован, но если он просто приносит поклоны Господу Вишну, он больше никогда не увидит Ямараджу. Никогда не увидит Ямараджу. Поэтому таково видение, таково молитва, поэтому Кунти постоянно произносит намо намага, намо намага, постоянно говорит, Я приношу поклоны. Да, поэтому... Наша обязанность, как Бхагатам говорится в конце одного комментария, наша обязанность состоит в том, чтобы приносить поклоны и воспевать Харе Кришна. Вы знаете, что иногда мы выходим за пределы храма и сразу садимся на свой мотоцикл и едем. Нет, это неправильно. Сначала мы должны принести поклоны, а затем уже ехать. Например, Ратха Ятра проходит, Джуан Ятра проходит, Чандан Ятра проходит. И вы видите все это. Вы должны принести поклоны, сначала подойти, принести поклоны, и только после этого вы можете идти. Если кто-то не участвует в празднике, допустим, в процессе идет, то он не присоединяется к процессе, то такой человек падет. Он хотя бы должен подойти, принести поклоны, если он не может присоединиться к процессе. Поэтому в Арисе, например, в какой-нибудь деревне, они не могут отправиться в Пури, на Ратха Ятра. И поэтому они делают маленькую-маленькую колесницу и тянут эту колесницу. Можем видеть, что в политике, если даже не президент, а премьер-министр появляются, все приносят ему, выражают ему почтение. И это является оскорблением, когда в день явления гуру, ачарьев, явления или ухода, мы отказываемся что-то делать. Как, например, фестиваль Ратха Ятра, фестиваль Джан Маштами. Мы ничего не делаем. Мы не приходим, не приносим поклоны. Если вы просто молчите, вы пребываете в какой-то литургии, то вы будете наказаны, наш Гурдев говорил. Потому что вы ничего не делаете. Когда, например, день рождения вашего сына. Все радуются. О, день рождения, день рождения. А в день рождения Кришны, мы так себя ведем. Когда день рождения вашего сына, вы так радуетесь. Или, например, свадьба вашего сына. Свадьба вашего сына. Такое событие. Вы так счастливы. Но в день рождения Кришны, вам президент храма говорит, Прабуджи, пожалуйста, придите. Придите в храм, пожалуйста. Вы будете наказаны. Вы не сможете продвигаться на духовном пути, на пути преданного служения. По крайней мере, приносите поклоны. И как только предоставляется возможность, просто приносите поклоны. Вы не знаете, какова слава саду, но Кришна знает. Иногда мы думаем так, я столько служу, но у меня нет преданности. Но Кришна знает. Даже не нужно думать об этом. Просто совершайте служение, и Кришна все вам даст. Да. Вот такой вот этот стих. Уже время, конечно, вам нужно принять прасад. Мы пока на этом закончим. Потому что уже время вопросов и ответов началось. Это обязанность всех преданных. Если вы хотите достичь успеха в духовной жизни, просто приходите в храм и служите там. Потому что это большая организация. Какие-то несогласия, какие-то противоречия возникнут. Даже в вашем доме, допустим, отец, муж, жена, сын, дочь. Хотя они ссорятся из-за того, какой сабжи приготовить. Я хочу панировать. Нет, нет, я не хочу панировать. Просто ради сабжи. Они настолько будут сражаться друг с другом. Смотрите. Просто терпите. Поэтому Шилапрупада говорил Гурудеве. Терпи, сотрудничай. И тогда ты сможешь получить милость. И так просто инициация, это еще ничего не значит. Если вы хотите действительно достичь успеха, вы должны совершать служение Гуру и Кришне. Мы часто можем слышать, как кто-то говорил, Гурудев благословен. Гурудев благословен. Но что такое настоящее благословение? Гурудев говорит, просто совершай служение. Ничего больше не нужно. Но мы не совершаем служение, мы просто заявляем Гуру. Гуру Мараш, благословите меня, дайте свою милость. Если Гурудев не поможет, как я смогу совершать свой башен? Скорее, это вина Гуру, что у меня ничего не получается. Милость уже заключена непосредственно в служении. Хорошо? Большое спасибо. Вы можете задать вопросы. Подождите, вот это про Буху. Бог. Не выглядели. caruna davi dasi matadji Shop спрашивает, во время брамана Вимохана лилы Кришна распространил себя В то время Кришна хотел распространить себя В виде... Кришна хотел исполнить желание коров и гопи Потому что гопи и коровы, они все время плакали Потому что на самом деле Кришна обычно пил только молоко определенных коров Как Шьямали То есть они жили во Врадже и Кришна не пил молоко этих коров И они плакали от этого Две коровы их звали Шьямали и Навали Кришна пил только их молоко А все гопи, старшие гопи, они тоже плакали Потому что скорбели Кришну Он только у Ешоды берет грудь Принимает грудь, а у нас не пьет молоко И Брама также хотел увидеть могущество Кришны Кришна подумал Это удивительная возможность Я смогу теперь исполнить желание гопи и желание коров Поэтому когда Брама украл телят и мальчиков-пастушков Тогда Кришна распространил себя в виде них В виде этой экспансии Кришна совершает столько разных лил На самом деле он всегда с Ишимати Радарани Знаете, в то время Джатил и Кутилы были очень строгими Они не позволяли Радарани Встречаться с Кришной Кришна чувствовала разлук и Радарани чувствовала разлук Кришна решил, хорошо, я пойду на хитрость Валита и Вишака Они сказали, написали Кришна, Радарани скоро оставит тело Скоро умрет, должен к ней прийти И Кришна сразу же принял форму, облик астролога Сразу же у нее большая борода И он пришел в деревню Джатилы Просто глядя на лоб Кого-то он сделал предсказание Твоя карма такая А когда он посмотрел на Джатилу Он сказал О, все очень-очень плохо Это был Кришна А Радарани не появлялась там Потому что это было настроение разлуки И Джатилу и Кутилу они подумали Радарани, скорее всего, больна Поэтому нужно Как только пришел астролог Они решили Пусть он пойдет к ней, посмотрит Скажет что-нибудь И Джатилу, когда она сказала Кришна, зайди в наш дом Он сказал Я очень занят Потому что на самом деле Кришна всем сделал предсказание Тогда она стала настаивать Пожалуйста, приди, приди И Кришна сказал Хорошо Я должен посмотреть на ее лоб Он сказал Я должен посмотреть на твоего сына Она ответила Нет, нет, нет На жену моего сына Он говорит Нет, нет, вы что Я Брамачари Каким он Пока я не могу Пока я не посмотрю на лоб И не посмотрю на ладони Я не смогу ничего рассчитать Но я Брамачари Я не могу смотреть на нее И тогда Джатилу сказал Ну хотя бы Ты можешь на лоб не смотреть Но посмотри на руку И она показала ему руку Ладошку Радарани И Кришна посмотрел на ладони Радарани Даже не касаясь Потому что если бы он коснулся ее ладони То тогда она в экстазе начала бы плакать Поэтому он посмотрел и сразу же вышел Что случилось, что случилось Кто там такое ужасное Скажи Пожалуйста, открой нам эту правду И Кришна сказал Ты знаешь, что случится Твой сын скоро умрет Нет, он не говорил так, что Радарани станет вдовой Кришна сказал Нет, нет, твой сын умрет Джатила схватилась за голову Начала плакать, почитать Пожалуйста, дай какое-то лекарство Если мой сын умрет Что нам делать? Мой сын умрет И Кришна сказал Хорошо, но есть только одно средство Одно средство Если кто-то теряет У кого-то короткая продолжительность жизни Он должен поклоняться Богу Солнца Во Вриндаване Есть Сурикунда И там поклоняются Богу Солнца Ты должна сказать, чтобы Ардарани приготовила Замечательные блюда Сладости И каждый день ходила На Сурикунду Она сказала Хорошо, хорошо Я, конечно же, все сделаю И тогда Радарани Она все приготовила Сладости Разные блюда И отправилась на Сурикунду И Шахка сообщила Кришне Тришна Ардарани Они уходят Они смеются Они играют То есть они все делают Когда он обычно приходил Часа в три То есть Ардарани Плакал от разлуки А Джатила Она думает О, рада Она поклоняется Богу Солнца И плачет Такая искренняя Кришна обманул Джатилу Кутилу Всеми различными способами Столько историй На эту тему Как Кришна Обманывал всех Обманывал Джатилу Кутилу Поэтому Городев говорит Что Кришна Он изогнут В трех местах Если он захочет тебя обмануть Никто не сможет Дать тебе защиту Он лучший обманщик Кроме того Хорошо Хорошо Пусть это Пусть это Сопрос Продолжение следует... Прабу задает вопрос, что Кунти молится, чтобы Кришна послал все виды страданий, потому что Кришна всегда будет присутствовать и помогать. А почему предные не молятся о проблемах таким же образом? Кунти на самом деле не молятся о том, чтобы Кришна послал ей страдания, опасности. Потому что в опасности Кришна приходил. Кунти хочет видеть Кришну. Просто она получила такой опыт, что когда опасность Кришны появляется, она хотела видеть Кришну, а не опасности. Поэтому Кунти и говорит, что когда возникают проблемы, то Кришна появляется. А почему она стала думать, что опасность может не прийти? Потому что уже большинство врагов были убиты во время Махабарата. До Риодина был царем, а теперь и Бештира стал царем. И если не будет опасности, Кришна всегда будет оставаться в дворах. И они не смогут ее увидеть. И она хотела видеть Кришну, поэтому она так молится. Мы не можем так молиться. Нет. Когда у нас небольшая температура поднимется, мы будем думать, а где же Кришна, где и ты? Мы сразу веру потеряем. Это мы должны понять комментарий. Эта тема еще к нам придет, но мы будем обсуждать. Чего на самом деле хочет Кунти. Большое спасибо. Сейчас уже пришло время принять Прасад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok